Брестский дискобол Валерий Голубкович. Программа про спорт узнала больше о новичке взрослой национальной сборной. Как же часто в легкоатлетических метаниях успеха добиваются белорусские ребята из глубинки. Валерий Голубкович как раз из таких. Талант дискобола в школьнике из деревни Каролинка Минецкого района рассмотрел Александр Кондратюк. А его чутью, когда-то явившему миру Павла Лыжина, в училище Олимпийского резерва привыкли доверять. Кстати, именно у Павла Пальму первенство в метании диска на последнем Кубке страны и перехватил 20-летний Валерий Голубкович. Исключительный в своем роде спортсмен. Если сравнить внешне моих соперников, я как бы самый маленький из них. То есть есть побольше, повыше, посильнее. Я выхожу за счет, наверное, все-таки скорости и техники. То есть кто-то повыше. То есть у нас очень важно, чтобы было тело большое, чтобы разогнать диск. Там не как под копье, под мол, там уже свои, как бы, рост не очень важен. То есть в диске, в общем, важно, как бы скелет должен быть высокий. Кто же не знал, что что-то может получиться. Смотришь, как бы, вырищешь 5-7, выбирая с них одного, а то и не одного. Ну вот так получилось, что повезло, наверное, мне найти его, начнете найти Пашу, ближе на того же. Здесь мне говорят, что у меня есть нюх. Очень важно, что увидите еще в ученике перспективы. Оставив за плечами национальный рекорд среди юниоров по итогам прошлогоднего чемпионата мира в американском Юджине, Валерий с этого сезона уверенно шагнул во взрослый спорт. Удивительно, но переход на более тяжелый снаряд в 2 килограмма прошел гладко и без потерь в результате. У нас раньше обычно, если ты метаешь юношеский диск, то вот юниорский, ты обычно отнимаешь где-то вот метров 5-7. То есть, да, обычно вот некоторые выстреливают очень далеко метап, например, типа в юношах или вот юниорах, и уже не дотягивают до сейчас взрослого спорта. У меня получилось так, что я всегда в первый год повторял вот этот же вот результат на прошлом диске. То есть, сразу же металл и как-то, как бы, сложностей с переходом у меня даже таки не было. Как бы это очень-очень хорошо. На командном чемпионате Европы в Чебоксарах бреский дискобол был одним из самых юных, но похоже, что морально к новой для себя ступени наш атлет готов, хотя без побочных эффектов порой не обойтись. Волнение есть, да, то есть, как бы, даже за день до соединования, то есть, как бы, в любом случае, ты знаешь, что ты будешь выступать, ты об этом думаешь, и справиться с волнением бывает очень тяжело. То есть, надо как-то себя отвлекать от этого, как-то общаться с друзьями, гулять там по этому городу, к которому ты приехал, и как-то себя другим, как бы, так, вот и занимать. А вот перед, как бы, самим выступлением, ну, ты что, ты, в принципе, знаешь, что ты делаешь, да, то есть, ты делал это вообще много раз, думаешь, ну, что, что надо хорошо выступить, да, то есть, движение поставить, и чтоб улетело чем-то подальше. Главной особенностью представителя новой волны в одном из древнейших видов королевы спорта является его уникальная техника – Валерий Левша. Следовательно, все элементы броска от тренера к подопечному передаются в зеркальном отражении, но и это влечет за собой не только определенные трудности, но и пользу. Если тренер, допустим, какой-нибудь там левый тренер смотрит на меня, он даже не понимает то, что я делаю. А мой тренер все-таки, и он мой первый самый тренер, он, как бы, ко мне уже привык, и он, как бы, видит меня как надо, то есть. И, как бы, уже, как бы, у нас с ним, как бы, такая, типа, взаимопомощь, что ли, мы там, это. И сейчас еще даже вот ветер, то есть для левши, если ветер левый, он сейчас, как бы, помогает, а про левши наоборот. И так же вот, даже на основаниях, то есть, если мне может повезти, а может и не повезти. Неподдельное желание кропотливо работать над собой – рецепт успеха Валерия простой, но продуктивный. Планомерно, сантиметр за сантиметром, он движет спортсмена к новым целям и рекордам. Так надо работать, это в первую очередь, что без труда ничего не будет. Как бы, должны, как у нас, вид спорта, то есть, нужны быть данные, нужна скорость, сила. Ну, основа все-таки – это работа, что без работы ничего не будет. Если хоть даже ты будешь одаренный, там, бесконечно, все равно, как бы, есть свой предел, и нужно себя, как бы, тренировать и совершенствоваться. Вообще, техника метания диска считается крайне сложной, ее оттачивание требует многих лет тренировок. Среди метателей топ-уровня редко можно встретить спортсменов младше 30 лет. Поэтому, скорее всего, лучшие образки Валерия мы увидим не скоро. Возможно, к Олимпиаде в Токио, а может быть и позже. Хотя и норматив для Рио выполнить все еще реально. До ближайшей Олимпиады, это через год, мне нужно добавить в личном рекорде 6 метров. В принципе, вот нет ничего невозможного, но это надо будет очень сильно так постараться, то есть, прям очень хорошо постараться. Ну, посмотрим, да, то есть, как еще этот год сложится. Ну, и следующий. А пока Валерий входит в десятку лучших молодых дискоболов Европы и дебютирует во взрослом спорте. Нам же остается пожелать земляку встречного ветра, ведь в метании диска, в отличие от других видов легкой атлетики, именно он несет снаряд еще дальше. История развития регби в Бресте насчитывает всего несколько лет, но уже сейчас можно говорить, что эта игра в наших краях прижилась. Об этом в первую очередь свидетельствуют регулярные вызовы в сборную Беларуси наших ребят. В чем же секрет их подготовки и каковы последние успехи брестских регбистов, мы узнали, посетив тренировку местной команды. Единственная в нашем областном центре регби-дружина Hardcore Reds по-прежнему одна из самых сильных в Беларуси. Искусство британской игры брещане постигают на регулярных тренировках, оттачивая как технику, так и сложные элементы тактики. И надо сказать, не безуспешно. Помимо товарищеских матчей на полях Бреста и Минска, ребята выезжают и на крупные международные турниры. Тем самым получают драгоценный опыт и знания. Популярным у нас этот вид спорта становится и за счет привлечения к игре молодежи. Большой интерес, вот сразу у детей возникает большой интерес к регби, потому что мы показываем видео, показываем, рассказываем. Очень много интересного. На самом деле регби традиционный спорт. И можно рассказать много всего интересного. Но на самом деле, как всегда, не хватает и молодежи, и девушек, не хватает в команду людей. Вот, мы работаем с ними, мы будем работать с университетами, со школами, при школах будем стараться. Вот у нас есть проекты на новый учебный год. Думаю, что травматичный спорт, что мы как ненормальные там бегаем, толкаемся. На самом деле спорт джентльменский. Травм в семерке, особенно не больше, чем в футболе. Семерка вообще не контактный вид спорта. Необыкновенно богатым для брестских регбистов выдался стартовавший соревновательный сезон. Сборная клуба в Беларуси под новым названием «Буслы» впервые выступила на престижном Кубке Европейских Чемпионов в Москве. В выездной состав сборной вошли сразу двое наших земляков, в том числе и лучший дриблер команды Олег Хилько. Это был огромный опыт. В этом турнире участвовали команды из стран Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии. Были игроки сборной России. То есть это был турнир очень высокого уровня. Большинство игроков были профессионалы. Мы пока на данный момент любители, поэтому было очень тяжело. Ну, мы себя проявили достойно. Многие тренера и участники говорили, что не ожидали от нас такого. А вот апогеем лета для регбистов 12 команд Старого Света стал чемпионат Европы в Боснии. В рамках дивизиона «С» белорусы поборолись со сборными Ирландии, Черногории, Турции и Исландии. И хотя в итоге наша команда расположилась лишь на 10-й позиции, польза от участия в таком старте невероятно большая. Да и разница в классе по сравнению с грандами европейского регби с каждым годом становится все меньше. Я бы сказал, больше в тактическом плане, в плане опыта больше у них преимущество. Потому что в физическом у нас хватало ребят, которые довольно-таки хорошо сложены, быстрые, сильные и умеют кое-что там и показать по скорости. Но не хватало знаний, сыгранности, потому что команда наша, в частности, была сложена из игроков России, Белоруссии. В Белоруссии это был Гомель, Минск, ну я из Бреста. Почаще, конечно, хотелось бы, чтобы были какие-то сборы, чтобы эта вся команда не на выезде, грубо говоря, знакомилась, а до выезда были какие-то совместные тренировки, сборы, чтобы это все заблаговременно было. У нас это как бы еще не на таком уровне, но будем стараться, стремиться как-то что-то повышать уровень. Кстати, разновидность регби с семью игроками благополучно вернулась в программу Олимпийских игр. В Рио-До-Жанейро через год сыграют команды из высшего дивизиона и дивизиона Б. Белорусы же сегодня обитают в третьей по рангу Еврогруппе. А вот для того, чтобы шагнуть выше, как признаются сами игроки, необходим сильный тренерский штаб, регулярные сборы и спарринги. Только благодаря всему этому наши регбисты вскоре смогут выйти на качественно новый уровень. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Будьте в курсе всех спортивных событий области. А увидимся ровно через неделю. Пока!